доброе утро всем дорогие друзья с вами абир станкевич и сегодняшняя наша мотивационная пятиминутка она посвящена тому как ободрить себя на предстоящий день на предстоящую неделю сегодня у многих началась рабочая неделя у нас в израиле началась еще вчера у нас и рабочий день начинается с воскресенья у вас она скорее всего началась сегодня в понедельник и впереди у вас и какие-то есть планы какие-то какие-то надежды какие-то может быть и желание что-то поменять что-то получить или наоборот от чего-то отказаться и большинство людей когда сталкиваются с тем что им нужно что-то получить или что-то изменить или что-то сделать так как им хотелось бы чтобы она была начинают сомневаться в том получится у них это не получится у них это что поможет им кто-нибудь в этом или не поможет им кто-нибудь в этом. И поэтому я решил вот сегодня, когда читал несколько мест из Писания, в том числе вот Параллипоминон 4 главу и 7 главу Евангелия от Матфея, у меня прошла такая параллель между двумя этими местами, потому что, ну, они, во-первых, мне очень нравятся. И почему я сегодня говорю именно о слове, потому что, ну, вообще я считаю, что нет лучше завтрака, чем завтрак с Библией. И сегодня вот я увидел два этих местописания, которые перекликаются одно с другим. Иисус, когда говорил своим ученикам в знаменитой Нагорной проповеди и постре в главе 7, ну, очень просто запомни, это 7 глава, 7 стих, Евангелие от Матфея, «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему откроют». И большинство людей, я не знаю, как понимают этот стих, как-то очень превратно, но мы можем просить все, что угодно. Мы можем просить у нашего Небесного Отца всего, чего нам захочется. Если это не противоречит Слову Божьему, то мы обязательно это получим, причем с избытком. И я об этом говорил уже неоднократно, и хочу вас обозрить на эту неделю. Если вы чего-то хотите получить на этой неделе, и это не противоречит Слову Божьему, даже денег, если вы хотите получить, повышение по службе, увеличение зарплаты, я не знаю, повышение прибыли в вашем бизнесе, просите, и дано будет вам, потому что это никак не противоречит Слову Божьему. Если вы хотите получить новые отношения со своими супругами, например, возобновить какие-то отношения, может быть, вы хотите получить новые какие-то осознания в том, как воспитывать детей, как помочь им продвигаться в этом мире, просите, и дано будет вам. Если вам нужно пойти куда-нибудь и с кем-нибудь поговорить, и вы сомневаетесь, получится это или нет, стучите, и вам откроют. Никогда не бойтесь пройти по тем путям, которые вы хотите пройти, потому что всегда, если вы делаете это во славу Господа и во славу Его Царствия, то вы всегда получите все, что вы хотите. Вы будете просить, и вам дадут, и вы будете стучаться, и вам откроют, вы будете искать, и вы найдете. И почему я говорил сейчас про Липоминон? Здесь есть очень интересная молитва, о которой редко вспоминают, но если вспоминают, то делают целые проповеди на эту тему. Это молитва Явисов. Я хочу просто прочитать, вот многие из нас сидят там или там стоят, или, я не знаю, что, куда-то ходят из угла в угол и молятся какими-то многословными молитвами, которые там, как Иисус говорил, как язычники, которые пытаются уговорить Бога, как будто бы он не знает, о чем идет речь. И в главе 4 Параллипоминона, 1 Параллипоминона, есть такое упоминание об Явисе. Оно встречается один раз, но оно очень показательно. Девятый стих. Явис был знаменитей своих братьев. Мать дала ему имя Явис, сказав, я родила его с болезнью. И воззвал Явис к Богу Израилеву и сказал, о, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил бы пределы мои, рука твоя была бы со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал. И Бог не спасал ему, что он просил. То есть, на самом деле, просто попросите. Не надо быть многословным в молитве. Не надо быть многословным в выповании к Богу. Просто просите, и дано будет вам. Вот так написано. Написано, просите, и дано будет вам. Молитва простая. Вот Явис попросил Бога, чтобы тот распространил на него свое благословение, чтобы он не горевал, и чтобы рука его была постоянно с ним. И он это получил. Поэтому, если на этой неделе вам предстоит переговор, если вам предстоит разговор с начальством повышения зарплаты, если вам предстоит какие-то дела по увеличению продаж в вашем бизнесе, по приходу денег в ваш бизнес, если вы хотите найти какие-то новые пути к работе с клиентами, может быть, новые пути в отношениях в семье, может быть, вы хотите найти что-то вообще новое в жизни. То есть, вы, например, не замужем и хотите найти мужа. Вы не женаты, и вы хотите жениться. Пожалуйста, идите, ищите, и вы найдете. Просите, чтобы Господь направил вас на пути свои. И таким образом вы исполните и Писание, потому что это нам говорит Господь. И таким образом вы сможете для себя устроить свою жизнь именно так, как вы хотите, потому что написано, что он попросил, речь о тебе о Висе, и дано было ему все, о чем он просил. Поэтому пусть у вас будет благословенная неделя, пусть у вас будет благословенный день. Идите, просите, ищите, стучите. Вам дадут, вам откроют, и вам дастся. И мы встретимся с вами завтра на этом же канале, в 9 часов утра по Израилю, в 10 часов утра по Москве. И я поделюсь с вами еще словом, которое я прочитал завтра, за завтраком с Библией. Будьте благословенны, хорошего вам дня, пока.